В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о татуировках и пирсинге, а точнее о боди-модификации и дермопигментации. В гостях у нас организаторы вышеупомянутого форума, мастера тату Екатерина Олентьева и Алена Докучаева, а также один из лидеров формирующейся Дальневосточной ассоциации татуировки и пирсинга, мастер тату Илья Скрим. Привет, ребята! Привет! Я даже не знаю, с кем из вас первым начинать беседу. И вообще беседу мне хочется впервые в жизни начать не со слова «расскажите», а со слова «покажите». Вот! Да, да, да. Наверное, начну с Кати. Катя. Что за татуировки? Ну, у меня здесь большие, объемные, красивые картинки, представлена растительность и животные. Я просто очень люблю много цвета, много пушистых животных, и у меня вот полностью все рукава сделаны в такой тематике. Тут всякие птички интересные, есть очень милые, замечательная выдра, не менее милый жучок. Ну, то есть у меня прям флора фауны, я люблю, чтобы цветно масштабно и красиво. Ну, я когда тебя первый раз увидела, я подумала, что это кофта. Нет. Я понимаю, что это забитые рукава, да? Она здесь заканчивается. Она уходит уже прям в водолазку в таком случае, там розы и цветы, но их показывать не буду, но красиво. Значит, нам придется музыку включать. Да, Алена. У Алены все несколько иначе, то есть у Кати цветные, у Алены... Ну, мы всегда с Катей шутим, что цветной реализм, графика. Мне больше всего нравится черно-белая татуировка, она лаконичная, ее не нужно ничем дополнять, она несет какой-то свой определенный смысл. Ну, и забиваться я начала где-то лет 9 назад, я перекрывала шрамы, ну, и потом все уже поехало дальше, практически свободного места так и не осталось на моем теле. То есть, что осталось там доделать чуть-чуть костюмчик, и можно уже готовенько выходить на улицу. Ну, экономия на одежде. Илья. А у меня одна рука, я еще одну берегу, берегу, еще не придумал. Но черно-белая. Черно-белая, но я не буду просить тебя показать, да? Да, у спины есть цвет, но это... У меня просто я сам по себе смогу. А как так получилось, что, ну, вот, имя Ильи мне хорошо знакомо, татуировка у моего мужа мастером, Ильей выполнена. Поэтому, как такого мастера, как ты, я понимаю, что ты давно в этом работаешь, и не так активно, как у девчонок, пространство занято. Ну, я не тороплюсь просто. В этом деле, тела мало, на самом деле. Идей много. Как бы, ну, придет. У меня вообще были, на самом деле, идеи, я не знаю, вот, как, наоборот, противоположность может быть прикольная. Одна рука черно-белая, другая вообще цветная, да, но я еще сам для себя не решил. Ну, то есть, надо определиться сначала, а потом уже. Да, то есть, да и вообще, у меня, не знаю, даже, у меня вообще, у меня мечта вообще до ушей закраситься вот так, но не трогать, может быть, какие-то здесь моменты. Ну, люблю воротники, но еще не пришел к этому. Вот, нужен именно определенный человек, который сделает тот воротник, который мне нужен. Девочки, татуировка – это украшение? Да, да, определенно. Я считаю, что татуировка – это, в первую очередь, эстетика. Чтобы тело человека было гармонично с татуировкой. Не так, как будто человек шел, упал в чан с татуировками, что приклеилось, то приклеилось, что не приклеилось, отвалилось, и вот он такой красивый, разномастный идет. Наоборот, татуировка должна быть продолжением человека. Возможно, это история, возможно, это память о ком-то, возможно, это какое-то дополнение. Есть, например, мастера, которые перекрывают разные шрамы, допустим, от кесарево-сечения или от ампидицита. Это же тоже красиво они делают. Не обязательно, чтобы татуировка была большая. Вот ты смотришь, и вот это, вау, масштаб. Она может быть очень миниатюрной, но она может о очень многом говорить о человеке и, в принципе, быть достаточно красивым его продолжением. Если мы обратимся к истории, то татуировка была всегда. То есть в определенные моменты, в определенные исторические факты говорят нам о том, что татуировка реально была всегда. Где-то она говорила о том, что человек определенного положения, где-то о том, сколько он сделала для народа. Так же, как и пирсинг шел, например, из древней, что, допустим, например, кольцо в носу у женщины было, если она выходила замуж в определенной культуре. То есть, в принципе, татуировка – это украшение. Алена вышла замуж в определенной культуре. Да. Есть такое. Боди-модификация. Дермопигментация – это татуировка, боди-модификация – это пирсинг. Это тоже украшение? Естественно, мы говорим про то, что, в принципе, человек может себя украшать. На данный момент человек может сделать себе красивый пирсинг и красиво его нести и говорить, вот, смотрите, как красиво. Он может сделать красивую татуировку. Многие мастера по пирсингу, они, например, делают целые проекты. То есть, условно, они делают проколы в ухе таким образом, чтобы визуально это казалось, как открываешь шкатулку с драгоценностями и смотришь, как красиво можно сделать. Да, замечательные, красивые работают. У меня, например, тоже красивое кольцо, не знаю, видно, нет, но оно красиво светится. Мне очень нравится. То же самое с татуировками. Допустим, даже на ответ, почему Илья сделал, ну, только одну руку, я две. Я люблю, например, большой масштаб. Я сразу люблю красиво, много, ярко и красочно. То же самое с пирсингом. Ну, единственное, что мое правило, я лицо не колю. Я делаю только вот в тех местах, где можно всегда снять. Просто пирсинг – это проще в плане того, что ты всегда можешь это снять и сделать еще. А с татуировкой немножечко по-другому. Илья, ну вот как представитель сильной половины этой студии, это украшение, пирсинг, татуировки вот на женщинах, в том числе, на девушках. Я считаю, что да. Ну, я к этому спокойно. Многие парни же так вот, ну… Кому-то не нравится, но это каждому свое, да. Есть, у меня есть даже друзья, то есть, которые мне нравятся татуировки, например. А им нравится на другой женщине, но не на жене, например. А кто-то считает по-другому. То есть, тут дело каждого. Многие, например, а почему нету, да, там красивая девушка, почему и фигуру не подчеркнуть там красивой татуировкой, да. Я вот сталкивался тоже с моментами, когда бывают пигментные пятна, да, вот. И девушка, она классная. Как-то красиво обыграть, но это же, ну, все лучше же, это же красивее, да, нежели чем просто вот так. Так же, как и Катюха говорила про шрамы, это очень, ну, актуально в наше время. У нас много клиентов, которые кесарево сечение, например, или аппендициты хочется закрыть, и хочется красиво прийти на пляж, не хочется... У меня подруга там... Да, морально даже вспоминать про какие-то, кто-то, например, там, собака укусила за, ну, вот, условно, за руку, да. Хочется не вспоминать этот момент. И делают красивые, большие работы. К нам приходят и говорят, вот, у нас есть шрам, можем что-то сделать. Хочу перестать забывать, хочу дать новую жизнь своей второй, ну, вот, 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 коже, например, да. Хочу дать что-то новое, хочу новые эмоции. Мы согласны, мы всегда за украшения. Просто мы постараемся, все вот мастера, мы постараемся подчеркнуть анатомию тела. Поэтому, например, я за большую татуировку. Ей лучше и быстрее подчеркнуть анатомию плеча, анатомию бедра. Это, ну, вот, мне так больше нравится. Но и маленькая татуировка можно сделать так же красиво. Просто нужно знать, как. Интересно, а восприятие человека сегодня меняется к татуировке? Просто у меня есть пирсинг. И я хорошо помню, как мне было 15 лет. Как я, ну, в хорошем, слава богу, салоне на это мозгов хватило. Все до сих пор живо и здорово. Это в пупке, естественно. Ну, и в ухе тут еще две, я не знаю. Пирсинг это или нет. Конечно. Да, это пирсинг. Пирсинг мочки. Да. Пирсинг в пупке, он с 15 лет. И я помню, шел к родителям. Я сначала не говорила, потом все-таки сдалась. Мама, я была в школе, пришла со школы. Мама пришла с работы, заходит. Я держусь за живот, говорю, мама, мне надо с тобой поговорить. Ну, после этого, после этой фразы пирсинг был мне прощен. Потому что, слава богу, это был пирсинг. Так, сегодня восприятие взрослых меняется или нет? Алло. С одной стороны, меняется. Например, у меня консервативные родители. Но когда я прихожу на работу, например, к моей маме, или встречаюсь со своим отцом, я всегда все татуировки закрываю. Так же, как я приезжаю к родителям своего мужа, и я тоже это все обязательно закрываю. Я не хочу, чтобы мои татуировки были триггером. Возможно, они не где-то хорошо и лояльно к этому относятся. Потому что они лояльно относятся, потому что я им просто нравлюсь. Но лишний раз создавать повод для преткновения, обсуждения я не хочу. Так же, когда и ко мне на студию приходят, я всегда прячу татуировки. У меня практически нет на видных местах. То есть я сижу в длинной водолазке, у меня джинсы, фартук рабочий, и все. У меня не видно татуировок. Я не хочу, чтобы люди судили обо мне, как, допустим, вот она забитая. Это чуть-чуть не то. Вот я открыла татуировки, и это красиво. Она выглядывает что-то интересное, непонятное исключительно. То есть татуировка, она должна быть дополнением. И поэтому, когда я показываю взрослым людям, очень много сейчас клиентов... Катя, когда бывает у меня на студии в гостях, она видит, у меня очень много взрослых клиентов, которым я делаю, например, как дополнение, украшение. То есть они уже лояльны, они приходят потом со своими детьми, которым уже где-то 20-23, они говорят, ой, давай сделаем парную. Это вообще супер круто, особенно когда мама с дочкой или там папа с сыном приходит. Это прям здорово, классно. Отмечают годовщины парными татуировками. Причем взрослые, там, 30 лет в браке. Вздумываются только 30 лет с одним человеком в браке, еще и сделать парную татуировку в таком возрасте. То есть это здорово, что меняется миромышление и мировоззрение в этом плане. Но нужно больше просветительской деятельности. Я считаю, что это правильно. Да, я вот Катю об этом хочу как раз спросить. Я обратная сторона медали, соответственно, я всегда... У тебя же медицинская есть какое-то образование. У меня аспирантура закончена, но дело в том, что когда я, например, заканчивала аспирантуру, естественно, там сидели люди. И люди сидели взрослые. И я специально, ну как бы, я люблю татуировки. Это моя жизнь, татуировка, мой осознанный выбор. Я к нему шла 10 лет и вообще из другой сферы пришла. Соответственно, и никак не повлияло. То есть я защищалась в аспирантуре. И люди, которые принимали мою защиту, никаким образом татуировку не идентифицировали отдельно от меня. Просто вот сейчас я стою, и мне кажется, действительно, многие думают, что это там какая-то, возможно, водолазка, либо еще какой-то вид одежды, но просто я настолько люблю свои татуировки. И мне кажется, для меня они настолько гармоничны. Мы клиенты такие же. То есть они настолько любят свое тело и свою татуировку, свое проявление через вот эту татуировку, что это повседневная часть их жизни. Они не замечают, то есть я тоже не замечаю. Я не смотрю каждый день и думаю, ой, здесь у меня там листик. Да, это вторая кожа. И вот с точки зрения, если ты, например, в университете, ты хочешь, ну аспирантура, да, довольно такое мероприятие масштабное. И если ты хочешь условно защититься, нет никакой преграды между татуированным человеком и обычным человеком. Между нами нет разницы. Просто есть твои знания, которые ты защищаешь, и они никак не зависимы от татуировки. То же самое касается любой работы. Есть твои знания, есть спектр услуг, ну, условно, да, услуг, если ты работаешь, которые ты можешь предоставить работодателю, и он никаким образом не влияет, есть ли у тебя татуировка или нет. И многие работодатели на сегодняшний день даже не задумываются, и они, в принципе, лояльно относятся. Есть татуировки, есть здорово, хорошо. Есть врачи, которые носят татуировки, это тоже здорово. Я сейчас на данный момент занимаюсь более просветительской деятельностью. Одно из высших образований заканчивала именно по просветительской деятельности в области дермопигментации среди подростков. То есть на научной базе я доказала, что татуировка – это искусство, она существует, и есть проблема среди подростков. Соответственно, тоже этот момент я в своей научной работе освещала. И когда защищала научную работу, люди, которые сидели в комиссии, там была женщина, ей было 80 лет. И она у меня спросила, у меня вопрос не по теме. Я говорю, а какой? Она говорит, а у меня вот здесь брови нарисованы. Это тоже считается татуировкой? Я говорю, да. Она говорит, тогда я с вами. Мне кажется, вот это – это тот показатель того, что если ты действительно любишь свое тело, любишь себя, любишь свое дело, татуировка становится просто частью твоей жизни. Нет никакой между нами разницы. Мы просто немножечко закрашены, а кто-то не закрашены. В любом случае это здорово. Ну вот я считаю, что нет никакой разницы. Что касается здоровья, это опасно или безопасно? Ну, в зависимости от того, какой ты вообще, в принципе, человек. Если ты ко всему в омут с головой и делаешь свои дела, свои поступки и желания максимально быстро, порывно, то, возможно, конечно, могут быть последствия. Но если ты подходишь к каждому своему решению взвешенно, обдуманно, ты выбираешь мастера, который тебе действительно нравится, который… ты смотришь работу и думаешь, я хочу эти работы. Ты смотришь, ну, или с друзьями пообщался, увидел на ком, ты говоришь, хм, хочу такую же. Где мастер? Соответственно, в этом случае мастер, каждый из нас на Дальнем Востоке, мы за то, чтобы человек был здоровым. И мы начинаем предварительную работу. Мы ведем консультации, они бесплатные. Мы разговариваем с человеком. То есть, условно, человек может прийти и сказать, я хочу черепаху. Ну, и там, например, фотографии показать. Наша задача, во-первых, выбрать черепаху, которая подойдет в зависимости от его кожи, цвета, типа кожи, каких-то, возможно, родинок, шрамов, пигментов. То есть, это все зависит именно от человека. Мы знакомимся с человеком. И, соответственно, на момент того, как мы с ним начинаем работать, мы уточняем и по поводу здоровья. И на данный момент мы работаем над тем, чтобы у нас была единая форма, при которой мы точно сможем заранее человека уведомить о том, что есть какие-то заболевания, он уведомляет нас, что у него, например, их нет, и мы это где-то закрепляем. Плюс у нас еще есть желание, чтобы человек приносил справки. На данный момент эта практика, в принципе, в России отсутствует. То есть, прям конкретно медицинскую справку. Конечно. Я здоров, у меня там нет каких-то таких заболеваний. Ну да, да. А вот человек же может и не знать. Условно, это дело в том, что человек может заранее не знать, то есть, что, допустим, у него сахарный диабет, или он может не знать, что у него проблемы с щитовидной железой. Это может сделать врач. Да? Мы все-таки говорим про то, что тату-мастер, он не врач, он помощник врача. Потому что мы делаем одно дело. Мы идем вместе. Мы нашли сейчас взаимодействие с разными врачами Приморского края, благодаря форуму, который провели. Соответственно, наша задача человека наградить красивой картинкой, да, условно, на всю жизнь, но так, чтобы его здоровье осталось таким же хорошим. Либо, наоборот, даже улучшить его здоровье, потому что он изначально... А что-то нашел. Да, нашел, все сделал и пришел. Причем вопрос безопасности. То есть, сейчас мы очень сильно выросли в том плане, что на студии должны соблюдаться все нормы САМПИНА. То есть, там, автоклавы, сухожары, все одноразовое. То есть, при человеке это все скрывается. Не так, что ты пришел домой, он такой говорит, сейчас иглы докипятятся, и мы с тобой начнем делать красоту. А там игла такая тупала, он ее быстро подточил там ножом и погнали. Ну, то есть, не так. Все должно быть правильно. То есть, человек приходит на студию, он может даже попросить, допустим, как у вас заполняются журналы. То есть, мы, в принципе, все можем предоставить. То есть, в каждой студии есть и сухожар определенный по нормам САМПИНА, и автоклав, то есть, все могут предоставить на него документы, заполненные журналы, где какая химия, когда она меняется, когда обработка, когда влажная уборка помещения. Это правильно. Потому что человек, он должен быть в безопасности. Мы работаем с кожей и с кровью. Это очень опасно. И мы должны придерживаться тех норм, чтобы человек вышел с татуировкой не только к нам пришел здоровый, но и от нас ушел тоже здоровый. Это очень важно. Илья, много отказов бывает. Вот так пришел человек к тебе, ну, говорит, ну, вот набей мне чего-нибудь, а ты задаешь ему вопросы и понимаешь, что по здоровью там где-то что-то негладкое. Мы не можем, понимаешь, вот в этом есть загвоздка, мы не можем это определить. Мы можем посмотреть на кожу, скажем, я со своим опытом, да, сколько работаю, я понимаю всякие там какие-то каверзные штуки, но человек, когда говорит Катя правильно, он может не знать, а может не договорить, да, то есть, а мне надо, ну, да давай бахнем, то есть, да, никаких там вопросов не будет, но могут после этого быть последствия, да, например, какие-то. Вот, то есть, когда мы, вот, очень интересно, да, на форуме, да, момент поднялся, вот когда ранняя форма псориаза, да, многие... Не знают. Не знают даже, что у тебя, вот, это начинается, а он может у тебя, ну, сыграть, как переносчик, да, например, фух, если он у тебя был тут, он может появиться где-то в этом месте. Он может увеличиться. Он может увеличиться именно из-за того, что мы начали делать тату. И дело может быть даже не в татуировке, можно сделать что угодно, и он станет таким условно, можно сильно перезагреть, сильно перенервничать, сходить в баню, потерять, упасть, может быть, что угодно. Поэтому мы, как бы, стараемся именно больше про здоровье заранее. Мы поэтому назначаем консультации, мы поэтому сейчас пытаемся ввести уже нормы, которые нам позволят заранее проходить обследование в некоторых случаях. Плюсом есть такой момент, допустим, даже рубцов. Есть разные шрамы, не со всеми шрамами вообще возможно работать. Есть килоидные рубцы, то есть они вообще мигрируют. То есть человек, например, тебя не уведомил, ну, у него где-нибудь там в спине есть, он маленький, там, сантиметра три, а он может мигрировать вообще в татуировку. То есть татуировка станет килоидом, а он просто тебе об этом не договорил. То есть мы и себя хотим обезопасить, чтобы об этом такие ситуации. А вот и присоединяйте, опять же, к вам. Ну, естественно. Условно, даже у человека есть акне, да, большие высыпания, ну, проще, если говорить. Соответственно, это же очаг инфекции, он почему-то происходит. Нужно разобраться, что послужило, соответственно, этой причине. Потому что, условно, даже если брать, вот, допустим, я тату-мастер, да, я вообще ничего про здоровье не знаю, но я работаю на больших масштабах. Мне нужно сделать большую татуировку, условно, вот как у меня сейчас здесь, да, например, вот здесь. Если она будет сейчас вся в каких-то высыпаниях, мне физически будет неудобно это делать. Но мы же говорим про то, что не только эстетика, но и здоровье. Соответственно, человек должен сразу понимать, да, есть такие-то, такие-то видные, да, высыпания на коже. Соответственно, дальше ты должен сделать вот то и то. Ну, и как бы дальше работать уже, когда только человек подготовился, подготовил кожу. Многие, даже с загаром, да, Илюх, приходят с загаром сильным, и мы иногда отправляем, говорим, подожди чуть-чуть, сейчас загар спадет, и начнем краситься. Я на себе это пробовал, я себе пытался покрасить пузо, еще вернуться, если 10 лет назад, да. А обгорел, надо тут уху делать, он мне нас, сеанс, давай, давай, что, потерпишь, что ли? Да, конечно, ну, у меня, Игорь говорит, сумасшедший, я говорю, да, ну, давай, по-моему. Нашу учитель с Ильей. Да, я через 10 минут понял, что это, ну, нельзя так делать, абсолютно. Да, то есть перед датуировкой обязательно нужно готовиться, то есть там нельзя ходить в баню, нельзя ходить в солярий, нельзя даже пить кофе перед сеансом, потому что подскакивает артериальное давление, и это тоже влияет на то, как пигмент у вас прокапсулируется в вашем слое дерми. То есть очень много аспектов, что нельзя делать после татуировки, но и до татуировки. То есть, допустим, нельзя девушкам приходить в период беременности. И в период лактации. Нельзя даже в менструацию тоже приходить, то есть это снижает болевой порог, то есть сразу же все это начинается, вот этот писк, виск, а можно обезбол, а с обезболом тоже вопрос, а есть ли у вас аллергия, а может быть пойдет какой-нибудь отек или шок. Ну, то есть надо это все отслеживать, то есть мы это все обязательно спрашиваем. Несколько раз, желательно на консультации, перед сеансом, еще и во время сеанса, пока о том что-то идет, мы тоже это все спрашиваем, мало ли что. Условно ты можешь накопить опыт того, как выглядит кожа, как она работает, но ты не можешь изнутри просканировать человека. Поэтому на данный момент, ну, у нас медицина, скажем, ну, как медицина у нас пошла на развитие, у нас пошли технологические моменты для тату-мастеров, да, допустим, менее аллергенный пигмент, более лучшие иглы из лучшего металла, которые тоже не вызывают аллергической реакции, которые травмируют кожу так, чтобы не вызвать дополнительно какого-то там синяка, отека и возможных других последствий. Тату-индустрия старается, медицина старается, и вот на данный момент мы сейчас вместе делаем одно дело. Клиенты некоторые не стараются. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Катя, еще один вопрос, потом у Ильи надо кое-что выяснить. Катя, я правильно понимаю, вот этот форум, который прошел, который вы выступили организаторами, это такой интеграция такая своеобразная одного в другое, медицины и татуировок, пирсинга всего на свете. Во-первых, начнем с того, что наш форум, он действительно был просветительский, он был абсолютно бесплатный, мы делали его вообще на общественных началах, а у нас были и московский дерматовенеролог, это прямо у нас был телемост, это была моя секция, и вот она как раз рассматривала, что надо знать перед тем, как пойти на сеанс, как выглядит кожа нормального человека, условно ничем не больным, и как кожа выглядит в том случае, если у нас есть какие-то отклонения от нормы. У нас были и представители местных клиник, соответственно, с нами, они наладили взаимодействие таким образом, что на последней секции мы смогли прийти к общей программе, то есть ассоциация, как раз вот дальневосточная ассоциация создается еще и для того, чтобы у нас была возможность татуированным людям и тату-мастерам работать напрямую с клиниками, не искать кого-то, а уже вот у нас готовые программы для взаимодействия. Это было нашим самым главным посылом, настроить мостик взаимодействия между тату-мастером и врачом. Мне кажется, это круто, потому что раньше, там еще, я не знаю, 10-15-20 лет назад, это все делалось, ну, вот, как у моего дедушки якорь, где-то в подворотне, непонятно, какими материалами, непонятно, какими иглами и так далее. Илья, что касается боли, очень многие боль не могут терпеть. Татуировка – это больно или нет? Больно. Я просто по-мужу, по-своему, не знаю. Опять же, вот, какой болевой порог, да? Я легко терплю боль, а вот подруга у меня, допустим, ну, при малейшем прикосновении пищит, и ей действительно больно. Мазями пользуемся, да, там, заматываем, ждем они, там, вот, все, вроде, начало работать. Но оно все равно, вот, сейчас актуальный вопрос, да, это как, а у меня будет так же, как у стоматолога? Нет, нет, не будет. То есть, это, если тебя там намазали, да, это не означает о том, что ты ничего не будешь чувствовать. Все равно надо, ну, терпеть, да, терпеть. А терпеть долго? Это зависит от объемов татуи. Ну, вот сколько самый длинный сеанс был? У меня? Да. Ну, там, не знаю, 7-8 часов. Но я не работаю большими такими, ну, часовыми сетами, ну, я знаю ребят, которые работают и по 14 часов. 10 часов. Да, на московской тату-конвенции парень на спорт, да. 23 часа. Да, 24 часа без остановки, то есть, они делали татуировку, чтобы прийти к определенному, ну, результату, да. Ну, все сделал, ну, это как это. Интересно потом после таких подходов смотреть власть. Ладно, мастер, он устал, сильно устал. Он поспит, поест. А человек, которого закрасили, то есть, к следующему дню он не восстановится однозначно, и он будет еще долго восстанавливаться и лежать. Ну, я не знаю, то есть, у меня товарищ вот при таком закрасе лежал 4 дня с температурой 41. Вот я знаю, да, температура. Пластом просто. Не встать, ничего, только там попить, да. Ну, делать такие... Мощные, большие прокрасы. Да, такое, как бы, пожертвование своего организма для того, чтобы ускорить процесс, я смысла не вижу, да. Лучше там тише едешь, дальше будешь. Вот это про меня. То есть, можно делать менее, поменьше по времени, да. Например, какой-то кусочек я сделал, человек у меня никуда не уезжает, он заживился, я сделал второй, там, ну, кусочек, либо там большую картинку разбил на какие-то там кусочки, ну, как я-то обычно делаю, да. То есть, картины же тоже не пишутся, да, сразу же там, фу, за 2 часа, да, нет. То есть, я не там порисовал, там порисовал, но так же человек походил, пришел, он зажился, посмотрел, да, да, когда, ну, глаз же у нас устал, ну, то есть, когда мы работали, тут свежим посмотрел, взглядом ему, тут можно доделать, тут подкрасить, да, ты как раз сразу же посмотрел, как-то там пигмент у меня лег, ага, классно, да, то есть, ну, все доделал, получил, ну, крутой продукт какой-то, а не так, тап-ляп, побыстренькому. А какое-то художественное образование для этого надо иметь, кстати? Ну, желательно. Да, желательно. А как, вот как вы рисуете? Ну, кто-то из нас прям профессиональный художник. Мы учились, да, мы учились. Я прохожу академ рисунок. Мы проходим, ну, то есть, мы учились академическому рисунку, мы, ну, живописи, то же самое, мы пишем картины у нас, недавно, вот, мы тоже организовывали, был, была большая арт-выставка, где мы говорили о том, что тату-мастера – это и художники, и это нужно помнить, и мы на больших полноформатных манекенах рисовали большие картины. Приглашали жителей города, приходили, все смотрели, любовались просто тем, как можно, теми же самыми классическими инструментами, это масло, ну, акрил, да, более современный, как можно выполнить красивую работу, похожую на настоящую картину, ну, для наглядности на манекене. Ален, еще интересный момент. С пирсингом понятно, да, мы все понимаем, достали свою сережку, у нас все прекрасно зажило, и ходим дальше. Ну, наверное, не все сережки можно легко вытащить, да. Ну, да, в моем случае чуть-чуть по-другому. Там зашивают, наверное. Да, зашивают. Но татуировка – это все-таки сложнее. Это проблема – выводить татуировку? В принципе, если вы идете к хорошему мастеру, у нас, кстати, в городе они есть, и слава богам, что они у нас есть, и с хорошими аппаратами, с хорошим образованием, которые готовы вам помочь в несколько сеансов, иногда это даже и не в 10 сеансов, а в гораздо большее количество вывести пигмент до чистой кожи. Но давайте не будем забывать о том, что не все лазеры могут взять, например, определенный пигмент, то есть там зеленый, синий, красный, они по-другому чуть-чуть разбиваются, коричневый, и который ближе к телесному вообще цвету, они тоже определенным лазером выбиваются. В принципе, можно свести татуировку. Главное – идти к специалисту. Мало совсем времени остается, поэтому я хочу так немножко отойти от здоровья, потому что понятно, что за чего ждет зритель. Илья, если приходит человек, хочет сделать татуировку, ну вот конкретный пример, например, я, да? Не только к Илье, вопрос ко всем. Хочу татуировку, но не знаю, чего хочу. Подумай. Какую? Ну, посыл, допустим, я примерно представляю, чтобы это там было связано с женственностью, с красотой, там что-то. Она-то очень размыто, понимаешь, да, вот такое. Ну, то есть такого мастер всегда скажет, подумай, и мы… Он направит. То есть, да, когда ты, ну, когда ты знаешь, что ты хочешь, вот понимаешь, когда ты идешь покупать Лексус, ты не купишь Мазду, ты хочешь Лексус, да, и тебе… И так же с татуировкой, да, если, ну, ты знаешь, что ты хочешь, но тебе, как, например, потом подскажут, да, а вот эта комплектация покруче будет, да, ты… Надо подумать, да. И тут начинаются какие-то размышления, да, как, для чего, куда и как лучше. И тогда ты такой думаешь, точно, вот это мне нужно. То есть, ну, ну, вот так обычно происходит. Ну, а вот так, ну, типа, давай, ну, вот не знаю, что, не знаю, куда. Это обычно показывает человек по моде. Двигается, вот все красятся, да. Ай, блин, мне тоже надо. Так, ну, а что касается местоположения на теле? Ну, тут все зависит тоже. То есть, условно мы знакомимся, да, мы сейчас вообще разыграем ситуацию, мы знакомимся, мы приходим на консультацию. На консультацию мы начинаем условно… Во-первых, мы видим человека. Условно мы видим красивые женственные формы, да, я вижу, например, которые мне хотелось бы подчеркнуть. Вот, мы решили, что мы будем делать красивые цветы, ну, и предположим, предположим, что нам хочется какого-нибудь добавить не только органики, но и что-нибудь животного мира. Мы хотим красивую, допустим, нет, ну, мы хотим красивую какую-то, условно, тигрицу. Тигрицу, ну, условно, тигр, да, красивая, классная, связанная с Владивостоком, дальневосточный символ. В цветово. Да, с каким-нибудь длинным цветом. Я не люблю, вот не люблю. Хорошо, тогда мы вернёмся к погру. Ну, мы, то есть мы условно делаем там, хочу, я из Приморья, хочу дальневосточный символ, но хочу красивый дальневосточный символ. А мы делаем, например, тигр смотрится красиво, но мы делаем тигра в зелени, дополняем каким-то зелёным, там, листиками, неважно чем. И мы смотрим, какое место хорошо нам подойдёт для этого тигра. Мы видим красивое женственное бедро. Я могу предположить, что мы можем попробовать сюда, но если у человека, допустим, ограничения, да, какие-то есть, ну, условно, у нас эфиры, да, и, соответственно, на руку я, например, не посоветую. Допустим, если это, ну, как-то ограничивается, то без проблем. Тогда мы, предположим, возьмём бедро. Я покажу на планшете, я сфотографирую бедро, покажу на планшете какие-то эскизы сразу же с человеком, и человек наглядно сможет увидеть, как на нём будет выглядеть, потому что я использую фотографию тела человека и расположу точно так, как я это вижу. А человек уже может отредактировать и сказать, давай чуть ниже, ещё чуть-чуть пойдём, хочу ещё два листика красивых, чтобы под коленочку, и без проблем. Алёня, последний вопрос адресу, и так он у нас вот пойдёт. Мне всегда казалось, что татуировка, почему я, допустим, не сделала себе татуировку, хотя много раз в жизни у меня такое было, что да, действительно хочу в определённые моменты. Что-то придёт к нам скоро. Да, конечно. На самом деле долго собираюсь, но уже лет 10 собираюсь, всё никак не дойду. Мне кажется, что татуировка имеет некоторое, я бы даже сказала, сакральное значение. То есть мы наносим определённый символ себе на тело, и наверняка это что-то значит. Ну ведь недаром это в племенах были татуировки, в разных религиях они существуют. Ну то есть мне кажется, что что-то такое есть. Имеет значение такое? Вообще моя философия татуировки – это в том, что она прям максимально сакральная. Мы делаем что-то такое, что отображает нас. Частица нас всегда останется в этой татуировке. Это больше, чем пигмент под телом, просто под нашей кожей. Я стараюсь, чтобы татуировка, она, даже если она незаметна, если её не видно, и она под одеждой, что если вот вы её видите, она как-то вам греет сердце. Она о вас, о ваших мыслях, о ваших помыслах, о том, что вас с кем-то связывало или будет связывать. Может быть, где-то это ваша родина. Может быть, это вы сделали, например, карту вашей страны или написали надпись именно на том языке, где вы жили. Например, когда у меня была акция, я делала почерком близких их фразы. То есть то, о чём они говорили. Там, допустим, какие-то их крылатые выражения, или, допустим, послания, например, доченька, внученька, почерком матери, почерком бабушки. Это же круто. Это же ты вспоминаешь потом, смотришь и думаешь, ну вот оно моё родное. Ну как это так, без этого вообще жить дальше? Допустим, где-то это какие-то тантрические или даже эзотерические смыслы. То есть многие люди делают прям, у них специфика именно защиты. То есть они делают себе руны, делают себе карты Тарона, защиту или ещё что-либо. То есть я всегда за то, чтобы смысл был. Какой бы он ни был, он ваш смысл. Вы с ним живёте, вы проживаете эту жизнь с этой татуировкой. Ни Катя, ни Илья, ни я. Только вы. И поэтому, когда вы выбираете мастера, именно на это смотреть. Если он, ой, на отваливо так, да, давай, вот каталог открыл, давай, как у куклу не от заката до рассвета сделаем. Но это не ваш мастер. Ваш мастер, он увидит глубже, он увидит, что вы хотите. Он из ваших вот этих каши мыслей, там, допустим, там, Дальний Восток, там, что за связанное с бабушкой, он объединит в то, что будет индивидуально, исключительно под вас. На что вы будете смотреть со временем, будут проходить года, десятилетия, и она вам не надоест. Она будет всегда с вами. Вот на этом я, пожалуй, закончу наш разговор. Да, ребята, классное дело делаете, двигайтесь дальше. Здоровье – это наше всё, поэтому очень приятно, что вот такие современные, молодые специалисты, что всё это осовременивается, и что всё это становится здоровее во всех смыслах. Поэтому удачи вам в вашей работе. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы очень рады за приглашение. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о татуировках и пирсинге. В гостях у нас были организаторы Дальневосточного форума о боди-модификации и дермопигментации, мастера тату Екатерина Олентьева и Алена Докучаева, а также один из лидеров формирующейся Дальневосточной ассоциации татуировки и пирсинга мастер тату Илья Скрим. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин